Граждане, у которых возникли трудности с первоначальным взносом при оформлении ипотечного кредита в банке, отныне могут рассчитывать на поддержку гарантийного фонда. Разработан механизм, при котором фонд оказывает гарантии банкам от тех, кто не может заплатить залог в размере от 10 до 30% стоимости ипотечного жилья. Также гарантийный фонд разработал новый финансовый инструмент – портфельные гарантии. Они помогают сократить время выдачи кредитов и объем подачи необходимых документов малому и среднему бизнесу. На сегодняшний день мы работаем по индивидуальным заявкам, индивидуальные гарантии даем, и это позволяет, ну это где-то от 3 до 10 дней рассматривается для рассмотрения и утверждения заявки. Портфельная гарантия предполагает автоматическую регистрацию, она автоматом дает, значит, как только отправляет банк заявку, это считается, они уже получили заявку, гарантию. По программам государственной ипотечной компании первичный взнос они должны по двум проектам давать, то есть по первым, где 4%, где 10% давать, по 8% кредитам они должны взносить первичный 20%. Реализация данного закона позволит нашей организации гарантийному фонду обеспечить гарантию на первичный взнос. В ГИК сообщили, что в настоящее время собственными домами обеспечены более 7300 семей на сумму более 11 миллиардов сомов. В электронном портале компании зарегистрировано более 45 тысяч заявок, из них более 14600 находятся на одобрении, а 250 оформили ипотеку. В прошлом году ипотечные кредиты получили 1897 семей на сумму 4,5 миллиардов сомов. С внедрением нового механизма предоставления гарантий ускорится процесс выдачи ипотеки банками. Новая программа условий ипотеки направлена на жителей всех регионов, кроме городов Пешкек и ООЖ. Гарантийный фонд дает гарантию банку в размере первоначального взноса заемщика. За эту услугу заемщик платит гарантийному фонду 2 или 2,5% от стоимости первоначального взноса и все. И он уже получает кредитование. То есть в качестве обеспечения гарантийный фонд дает гарантию банку вместо заемщика. Банки отмечают, несмотря на стремительное развитие экономики страны, бизнесмены и граждане имеют проблемы в недостаточности залогов, которая ранее была препятствием для получения различных форм кредитов. Новые механизмы гарантии позволят увеличить объемы кредитования предпринимательства и населения в целом в условиях после пандемии. Мы с гарантийным фондом РСК Банк сотрудничаем с 2018 года. За этот период 268 клиентов получили гарантии на более 500 миллионов сомов, благодаря которым клиенты получили кредиты на сумму более 1 миллиарда сомов. Мы можем, кто нуждается в государственной ипотечной кредитах, залогов недостаточно, мы можем выделить средства. Соглашение о новых программах гарантийной поддержки между гарантийным фондом ГИК и РСК Банком вступит в силу в ближайшие 10 дней, сообщили участники Круглого стола. Напомним, измененный закон о гарантийных фондах в Кыргызской Республике подписан Садыром Джапаровым и вступил в силу 27 августа. В этих поправках и предусмотрено предоставление гарантии при затруднении внесения первоначального взноса и портфельные гарантии для облегчения получения кредита предпринимателями. Рашид Алиев, Джан Таймакенов, Пирамида.